Весна и лето – самое благоприятное время для катания на велосипедах, самокатах, роликах и мопедах. Но всем любителям прокатиться с ветерком, в особенности несовершеннолетним, нужно помнить о правилах дорожного движения. Ежегодно именно в этот период обостряется проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Как правило, именно дети начинают пользоваться велосипедами и мопедами, не дожидаясь комфортных погодных условий. Беспечно ездят по автомобильным дорогам общего пользования и не используют при этом средства защиты – шлем, перчатки, налокотники и наколенники. Об этом поговорили на тематической пресс-конференции, прошедшей в Щелковском отделе ГИБДД. В целях предупреждения случаев детского дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних водителей и повышения уровня их защищенности крайне важно активизировать деятельность по целевому информированию как родительской общественности, так и непосредственно детей и подростков, использующих для передвижения указанные средства. В рамках проведения сотрудниками ГИБДД социального раунда «Безопасная мобильность» инспекторы отметили, что в последнее время у подрастающего поколения набирают популярность новые средства передвижения по улицам – сегвеи, электросамокаты, электроскейты, моноколеса и гироскутеры. Их владельцам нужно знать, что эти средства передвижения не являются полноценным транспортом, а значит не имеют права выезжать на автодорогу. Зачастую мы можем увидеть данную категорию участников дорожного движения непосредственно на дорогах, что запрещено им правилами дорожного движения. Пока что точно законодательный статус этих участников дорожного движения не определен, но в данный момент они расцениваются как пешеходы, движение по проезжей части им запрещено. В 2020 году на территории Московской области было зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних водителей вело- и мототранспорта в возрасте до 16 лет, в результате которых два ребенка погибли и 49 получили телесные повреждения. Инспекторы еще раз убедительно просят родителей, если уж подарили детям дорогую игрушку, научите их соблюдать правила дорожного движения. Их должен знать человек любого возраста, как пешеход, так и водитель.